14 апреля на базе Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». За годы существования она превратилась в масштабное всемирное событие. Текст был довольно сложный, особенно пунктуационных ошибок много было, но несмотря на это, 4 отличника у нас есть. И 21 апреля в 10 часов вот здесь, в этой аудитории, будет награждение отличников и выдача сертификатов участников. В этом году текст для диктанта представила российская писательница-лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузя Ильяхина. Участники акции из европейской части России писали текст под названием «Вечер. Отрывок из произведения «Дети мои». Я впервые был тотальным диктатором. И самое интересное, что при озвучке диктанта возникали определенные сложности. Почему? Потому что, во-первых, сам текст, он немножко отличается от нашей культуры, от культуры наших людей. И восприятие текста того периода, о котором говорит автор, воспринималось по-особому. Принять участие в акции могли все желающие. В этом году свой уровень грамотности проверили более ста жителей Ялты, среди которых и студенты Гуманитарно-педагогической академии. В данном диктанте я участвую уже второй год подряд. Хочу скоординировать свою грамотность. Видите, я учусь на том факультете, на котором это нужно и пригодится мне в будущем. Во время диктанта я столкнулась с пунктационными сложностями, потому что было очень много причастных оборотов. В Крыму акция прошла на семи площадках. Она направлена на популяризацию грамотности, повышение интереса к русскому языку, сохранение и развитие русской речевой культуры. Для меня проведение такого мероприятия я считаю очень важным, так как он повышает, можно так сказать, уровень, культурный уровень языка и вообще интересно как филологу. Работы участников прошли три стадии проверки. Отличники будут вознаграждены ценными призами от спонсоров, а участники получат соответствующие сертификаты. Кроме того, подарки получат и победители в номинации «Самый красивый почерк». Ольга Якименко, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.